Всем привет, с вами Андрей, у нас выживание в подземелье вторая часть, легенда о колоссе. Собственно мы остановились, давайте заберем ежедневную награду, у нас седьмой день, это персонаж Дезмонд и 7 проверок. Собственно у нас осталось 18 часов до выполнения заданий, если мы хотим хотя бы что-то забрать из наград, стоит это делать. Вот, собственно мы можем призвать Дезмонда, нанять его. Дезмонд это в принципе танк, но я смотрел его скиллы, он мне особо не понравился. То есть видите, а когда он стоит, он увеличивает свою броню на ноль, ну нафига мне на ноль увеличить свою броню. Бесполезно на мой взгляд. А так в целом да, можно было бы, отражение шикарное, а все остальное не особо. Наш танк в любом случае будет лучше. Прожимаем героев. Собственно давайте, наша задача, я остановился на том, что мы 2-1 пробиваем в лаборатории. Ну собственно это у нас чума, 2-1 локация. Уровень мобов 6, наши мобы все 15-е. Вы действительно хотите исследовать? Да, мы хотим исследовать, потому что она квестовая, и нам просто не откроют магазин. Когда мы исследуем это, нам откроют магазин. Поэтому нам это очень важно. Ну если это зависит от меня, я не вернусь в это больше проклятое место. Реми, что там в этих бутылках и склянках, словно сцены жестиков, я немного боюсь. И вот ха-ха, осторожно, из склянок и банок может что-то выскочить. А ты добрый. В общем и целом, новая локация для нас. Непонятно, что из себя представляющая. Какие-то пузыри на нас напали. Давайте посмотрим, что это за пузыри, что они вообще из себя представляют. Это у нас слизь. Слизь у изюма к яду. И у нее резист к электричеству, как вы видите. Моллюск их называют. Ну вообще, по сути, они слизняки. Что, собственно, делают слизняки? Давайте в целом посмотрим. Они бьют электричеством. Создают нового мутанта. Класс. Интересно, а опыт за это считается? А пассивка у них при получении любого урона, кроме яда, увеличивает сопротивление к этому типу урона 10%. Какая грязь. А, то есть их физой бить получается нельзя, кроме ядом. А тут, по идее, вам нужен ядовик. У нас есть один тип. Хотя нам хватило урона, чтобы его убить. Я думал, он зарезистит все. На самом деле, это, скорее всего, будет на высоком уровне, он будет резистить. Но у нас сейчас он не резистит. Давайте сходим туда, посмотрим. У нас сундучок здесь. Локация 6 уровня, поэтому мы ее, в принципе, особо не ощущаем. Наши персонажи 15 уровня. А, собственно, у нас что за персонажи, чтобы вы вкратце имели представление? Давайте я вам покажу. У нас, собственно, Софи на две звезды. Блэк на одну звезду. А, собственно, Рэми одна звезда. И Шарлотта тоже на одну звезду. По, собственно, чертам у нее, собственно, трудоголик, техник, сохранение, восприятие. Это уцелевший восприятие, трудоголик и восприятие и трудоголик. Черты получаются, когда вы проходите этаж, подземелье проходите, и вам дают черты. Стол какой-то. На лабораторном столе остаются осуды странной формы. И внутри их продолжаются пузырьки странной жидкости. Забрать? Давай попробуем, посмотрим, что это. Нам дали таинственное зелье. Не знаю, что за зелье. Давайте почитаем, посмотрим, что это за зелье. Таинственное зелье. Пузырек с зеленой жидкостью. Скорее всего, даже его создатели не знают, что пройдет, если выпить его. Придстает случайный эффект употребления. Опять же, жидкость зеленая, запомним. В теории мы его можем выпить, но, скорее всего, его пить нельзя. Я так думаю. Он, смотри, какой-то жирный. Прикольно. Давайте с ним подеремся. Почитаем, что это за жирное чудо. Изрыгатель. Он бьет ядом. Он второй раз тоже бьет массой ядом. И у нее, опять же, масса ядом. Плюс еще Риенко. А, нет. Озэ. Он очень-очень сильно бьет ядом. Его надо бить духовным уроном. Он неуязвим к яду. Пассивка поглощает все рассеянные дебафы. Поглощает все дебафы. Себя и всех союзников в каждый ход. Причем дважды. Каждый дебаф стейк и вещество максимального УЗ. Короче говоря, его нельзя, судя по всему, отравить. Это, кстати, очень жирное тело. 200 хп. Бить над духовным уроном приоритетно. Эдбон, скорее всего, в этом вопросе бы вам помог. Эдбон бьет духовным уроном. Собственно, как и наша София. Тоже они бьют духовным уроном. Нету переход того. Опять жирный. Давайте его убьем по-быстрому. На самом деле, жирный достаточно толстый. Очень больно, скорее всего, будет бить ядом. Я думаю, проверять это особо не хочется. Локация, конечно, странная. Давайте посылку этажей тут. А, тут всего один этаж. Копейки. Я думал тут хоть пару этажей. Я просто, чтобы вы понимали, я уже по четыре этажа хожу в данжи. Для меня один этаж пройти, знаете, брызги. А, собственно, что это у нас такой? Зараженный. Тоже, собственно, их бить над духовным уроном. Они защищены от электричества. Пассивка у них при ОЗ наносит дополнительный урон. Кровотоком и поглощает ОЗ. Иммунитет к улучшению. Иммунитет эффект контроля. Бьет кровотоком. Второй раз кровотоком еще и хилится при этом. Ну, короче, достаточно посредственный моб. Можно убить духовным уроном. Нельзя законтролить единственное, что очень плохо. Мне нравятся мобы, особенно боссы, которых можно контролить. Это прям смешно. Ух ты. Мы какой-то туман наступили. Давайте посмотрим, что он нам дал. Туман. Герои вдохнули большое количество ядовитого тумана. При вступлении в битву они перейдут в состояние отравления, которое длится стихой, наносит дополнительный урон, увеличит получаемый урон от яда на 50%. Ну, у нее хрена себе. Это у нас получается на три этажа. Серьезно? Вот это да. Ну, сильный дебав, на самом деле. Ну, посмотрим. Сейчас бой будет какой-нибудь, я надеюсь. Какой жирный. Класс. Давайте его пробьем. Это лидер, но это лидер двойка. Давайте посмотрим, что за жирный. Воин-мутант. Элита бить духовным уроном. То же самое, в принципе, настакивает кровоток. На самом деле, кровоток очень жестокий. Бьет духовным уроном. Уменьшает атаку до конца битвы. Ну, нихрена ты. Разрывает на части. Бьют кровотоком и хилится. Ну, в общем и целом, 300 хп. Я думаю, жирного мы убьем. А как ты выжил-то? Ну-ка, расскажи мне. Никто не выжил в этой авиакатастрофе. На самом деле, они не особо страшные. Особенно, если их бить духовным уроном, они прямо очень быстро будут рассыпаться. Давайте заберем. Получили качество трудоголика. Ну, опять же, это шестые предметы. Для нас они, в принципе, особо не актуальны. Да, тут фиолетовые вещи, но, как вы понимаете, для нас фиолетовые вещи – это брызги уже. То есть, нам они особо погоду не сделают. Ни доспех, ничего вообще. Единственное, только руки можно попробовать переодеть, если они подойдут. Да, вот, смотрите, подходят на этого. На стрелка, на танка и на, собственно... Ну, у нас руки, кроме стрелка, у всех нормальные. Это мы переодеваем. Собственно, есть еще ботинки шестые. Они практически на всех, кроме стрелка. Как раз ей стрелку, они больше всех и нужны. Ну, давайте отдадим, собственно, эти кожаные ботинки. Ну, кераса, она сомнительная. Во-первых, она у нас уже 14-15 кераса стоят, поэтому для нас они бесполезные. Ну, а это что такое? Это у нас повязка. Повязка – это шапка, скорее всего. Шапка шестого уровня. Получаем урон от шока минус 20%. Это получается на бойца, мага и стрелка. Давайте сравним. Урон механизмов. ОЗ, пробитие. Пробитие, крит. Ну, тут крит единственное. Атака 32. Атака... Ну, да, это чуть лучше. Давайте атаку побольше дадим нашему. Этажей и подземелья. На самом деле, эту миазму не стоит бахать, которую мы получили. Ну, и посмотрим, как его пойдет. Нас бьют очень сильно ядом. Ну, мы в любом случае мы их сбреем, потому что они элементарно слабее нас по уровню. Эти ядовитые грибы, конечно, это прям мощно. Ну, кто знал, что у них нельзя было наступать. НПС какой-то. Енот. Черт видишь, этих парней в инкубаторе. Зараженные люди. Нет никакого лекарства. Нам их лучше прикончить, пока они не вышли и не творили бед. Давайте прикончим их. Секундочку. Что мы будем делать с зараженными людьми? Постараться взять их под свой контроль. У них иммунитетный контроль. Ну, мы это с вами читали уже. И дать ему какое-нибудь лекарство. Дайте дадим ему лекарство. Вы наливаете противоедие в банку. У него есть в состоянии протестить нападение зараженных. К счастью, их движение стало немножко медленнее. У них какой-то инстинкт. Что за инстинкт? Давайте посмотрим. Вспышка инстинкта при ОЗ ниже 50%. Дополнительный урон. Но на самом деле нам особо без разницы, потому что они слишком низкоуровневы против нас. Поэтому наша задача просто их потушить. Был бы Дезмонд у нас, который мы сегодня только получили. Можно было бы вообще не заморачиваться, потому что Дезмонд бьет массой, духовным уроном. И он, по сути говоря, мы получили янтарное жерелье. После ожесточенной борьбы зараженные люди были под контролем. Видите, как я сказал, чума расстанется повсюду. Мы все умрем, если не найдем антитела. Можно ли вылечить чуму с помощью антител? Я чуть не погиб от этого вируса. Если бы я украл ядро, то смог использовать его для обмена на формулу антитела осина. Так, давайте не будем тратить время пустую. Пойдем искать формулу. Как вам такой план? Мы, собственно, прошли данж. Это 100%. Собственно, отлично. Уходим. С локацией. Мы получили негативную черту. Чрезмерная реакция. На самом деле это очень плохо. Нам нужно будет ее снимать. Во время... Ты что там, бубнишь-то я? Уйди. Вы получили несколько некопытных. Быстро нажмите, чтобы получить уровень. Но мы апать уровень ее не будем. Отвали. Обучение. Что за негативную черту мы получили? Давайте посмотрим. Уровень лорда у нас 20. Стало отлично. Мы можем апнуть колосса. Давайте его апнем. Апнули колосса. Вратуши что-то можно поражать. Давайте прожмем вратуши. Расследование забрать. Это блэка. Треньки. Треньки. Треньки блэка. А что за чрезмерная реакция? Давайте посмотрим. Есть ли у нас эта таверна? Не, не таверна. Нам нужна тренировочный полигон, который почему-то раньше назывался больницей. Но сейчас его почему-то сделали. Значительно увеличивает урон от ловушек. Исцеление. Не надо нам увеличивать урон от ловушек. Собственно. О, смотрите. Герой может приобрести, положить на черту, трудолюбивый один. Прикольно. Собственно, двигаемся дальше. Второй данж сразу. Взрыв чумы. Он будет называться. Седьмой этаж. Пробегаем. Посмотрим. Да, нам говорят, что уровень персонажей выше, чем уровень локации. Поэтому нам, опять же, енот. Давайте с ним поговорим. Лабиринт. У меня кружится голова. Насколько я понимаю, устройства для лазировки антитела должны находиться в хранилище глубоко. Что касается его точного местоположения, мы должны пойти и выяснить сами. Не теряйте время, не отставайте. Не могли бы вы чуточку повнимательнее. Видите, по сравнению с ним я вполне дружелюбный. Верно? Мисс Струс. Один этаж, собственно. Нам главное не поймать ловушку, опять же, ту же самую грибовидную. А все остальное, в принципе, не критично. Ее не подсвечивает, поэтому нам очень важно ее не поймать. А все остальное, в принципе, не критично. Ваншотаем этого жирного. И духовным уроном забираем второй, потому что у всех нет сопротивления к духовному урону, поэтому они все быстро. У нас, собственно, есть склянка уклонения. Давайте ее бафнем, учитывая, что у нас один этаж, нам, в принципе, будет нормально. Сундук, давайте его заберем. Это золото и какая-то маска разбойника непримечательная. А, тут проходная локация, давайте посмотрим. О, наши любимые пузырьки, давайте их шлепнем. Они, собственно, седьмой уровень уже апнули, да? Ну да, их оптимальнее бить ядом. Пузырьки. Давайте их сейчас по-быстрому физой шлепнем, чтобы они не выпендривались. На самом деле у нас есть яд, но у нас достаточно посредственный яд, поэтому... Ну, собственно, еще одна склянка, давайте ее заберем, нам золото дали. Возвращаемся на место. Ответвление, ответвление, офигеть. Давайте еще раз пробежимся. О, еще один жирный, давайте его тоже кнем. Это две звезды, соответственно, у него есть имя тетоконтроля? Имя тетоконтроля нет. Ну, мы сейчас дадим муд, чтобы этот жирный не выпендривался. А, ну он уже погиб, видите? Мы его сдули. Очень много мечей, но для нас они бесполезны, они низкоуровневые, скорее всего. Давайте посмотрим, что в целом со снаряжения. Ну да, как видите, оно 6-7. То есть оно синее, да, бесспорно, но оно низкоуровневое. Кстати, посох на нашего подойдет в любом случае, потому что у нас 6-й, это 6-й фиолетовое, это 6-й зелененькое. Все остальное, в принципе, у нас лучше, потому что у нас 17-й, мечи у нас 14-й. Ну и шапка бесполезная, она серая у нас, не знаю, на кого она у нас, на стрелка и на... Ну, по идее, она что дает? Уклонение, крит, атаку. На ДД, по идее, ее можно было бы одеть, но она... На ДД у нас зеленая шапка, поэтому и бесполезна. Склянку можно взять, да, давай заберем. Таинственное зелье, давайте посмотрим цвет этого зелья. Зеленое, да? В теории можно выпить склянку, посмотреть, что она вообще нам будет давать. Давайте ее выпьем. Случайный эффект при употреблении. Давайте дадим танку размягчение костей. Какая грязь. Что за размягчение костей? Урон химикатов увеличен... А, получаем урон химикатов на 30%. Короче, его лучше не пить. Но мы это узнали, поэтому... Мы это заранее не знали, теперь будем знать, что его не надо пить. Но, скажем так, дружелюбное вряд ли будет что-то, поэтому не стоит надеяться на то, что вам что-то дружелюбное дадут. Поэтому изначально будем, как говорится, параноиками, будем ждать подвоха из каждого угла. Так будет проще выжить. Шлепнем еще одного жирненького. Одна звезда, ничем не примечательный. Собственно, он закончился. Забираем склянку. Забираем, потому что нам еще какие-то сапоги кинули. У нас, собственно, 70% исследования этажа. Посмотрим, куда мы еще не сходили. Еще вверх не сходили. Давайте доберемся. Бежим вверх. Сквозная локация. На самом деле тут, судя по всему, в лаборатории все на химикатах. То есть без иммунитета на яд тут, по идее, очень тяжело драться. Будет на высоком уровне, потому что они, скорее всего, мы сейчас их ваншотаем, ну а дальше они будут потолще. А в той же повторке, например, в лаборатории, они, скорее всего, будут немножко потолще. Поэтому, собственно, квестовая комната. Давайте ее заберем. В дню на лаборатории вы находите длинный стол, полный лекарств, рядом лежит листок бумаги с несколькими формулами. Вы решаете, используя нескольких препаратов, чтобы сделать антитилы и получить его. Похоже, это кладовка, и лекарства и формулы могут быть полезны. По правде говоря, с тех пор, как я родился, никто не разбирался в этом, лучше меня дать попробовать. Подождите-ка секунду, а не позволяйте этому валову возиться с препаратами. Енота просит приготовить его, попросит человека в маске принять меры. Ну давайте маски принять меры. Маска смотрит на рецепт и быстро смешивает несколько зелий. Идеальность получила антитело чумы. Не знаю, что это. Я настоящий генец. Антитело в руках, мне больше не нужно подчиняться приказам этого сумасшедшего. Ребята, вы действительно мои спасители. Давайте разнесем этих маленьких монстров на куски и свалим отсюда. Давайте посмотрим, что за антитело чумы. А у нас нету его, судя по всему. Или куда оно улетело-то. Оно, видимо, квестовое, да? Потому что у нас нет... Скажем так, обозначения. У нас какие-то ботинки есть седьмого уровня. Давайте посмотрим, на кого их можно одеть. Сюда нет, сюда нет. Вот на этот или сюда. Собственно, посмотрим. Проникновение криты. Но танку криты не нужны. Хотя тут тоже самое, в принципе. Равнофиксственно. Что здесь, что там. Единственное, тут хребет стоит. А, ну, эти ботинки не идут на этого. Ботинки идут на любой дорогие классы. То есть, получается, тут на ядовик, священник, боец и воин. Собственно, я хотел отдать нашему этого, но они на него не идут. Не судьба. Ну ладно, двигаемся дальше. Длинный этаж, однако. Вот, смотрите, жирный и слизняк нарисовался. Давайте зарежем жирного сначала. Потом слезняка уберем. Вот, обратите внимание. О! Число инфицированных растет. Давайте попробуем антителы. Может, это сработает. Нам говорят, какое-то черное зелье, либо какую-то идеальную сыворотку. Давайте идеальную сыворотку. После инъекции сыворотки у некоторых зомби постепенно установят цвет кожи, и на других цвет кожи останутся неизменны, как будто они неизлечимы. Потребили они идеальной сыворотки. Судя по всему, мы черное зелье должны были применять. Ну, а кто уж знал. То есть, мы поняли, что зеленое зелье пить нельзя. Мы, собственно, закончили этаж. Выполнили данж. Нам дали какие-то перчатки. Давайте посмотрим, что за перчатки. Перчатки седьмого уровня. Идут на, собственно, священника, либо на алхимика, в нашем случае. У нас, ну, собственно, пойдет. В любом случае. Угрум по механизмам неплох. По крайней мере, лучше, чем наши текущие. И на том спасибо. Закончили. В город. Тут еще нам что-то подкидывают. Еще немножко монет. Ратуша тут тоже подсказывает то, что мы что-то открыли. Давайте прожмем. Заберем это осколки блэка. Рано или поздно мы его сможем улучшить. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Нам подсказывают также, что у нас магазин теперь открылся. Давайте все лишнее серое продадим. Также и все остальное зеленое шестого уровня тоже. Жерелье, собственно, шестого уровня, это получается на священник, либо на, собственно, ядовик. Давайте посмотрим, у кого из них и какое ожерелье стоит. У этой пятнадцатое, у этого шестое. В принципе, можно ему отдать, попробовать посмотреть. Так, это плюс атака. Тут ожерелье, получается, крит и атака. А это у нас ожерелье на удар и атака. Сложно сказать, что конкретно ему лучше. Но в любом случае, крит, наверное, получше. Будет ОЗ чуть пониже. Рейтинг 21, рейтинг 21. В принципе, они одинаковые. Тут, единственное, побольше атаки. А тут духовный урон. Духовный урон, он не атакует им, поэтому для него он бесполезен. Поэтому, я думаю, это ожерелье мы можем продать смело. Собственно, вот эти курточки, не курточки, можно смело срезать. Мы открыли магазин. Собственно, мы его и так видели, но теперь мы его официально открыли. Осколки Эдмонова тут продаются. Железное дерево. Скелет морского существа. Крепкая шкура, опыт, печать алхимика, печать священника и, собственно, стэн. 30 тысяч. В теории можно будет его нанять, но не сейчас. Второй недоступен. И у нас кузница на 2,4. Мы сейчас на 2,2 только что прошли. Поэтому давайте все лишнее продадим. Лишнее это у нас, собственно, шестая. Вот это вот магия, хрустальный шар. И, в принципе, все. Пока больше у нас... А, ну вот, собственно, еще. Шестое, седьмое тоже вещи, которые нам не нужны. То, что у нас уже стоят лучше. Хотя вот тут фиолетовые вещи, конечно, они шикарно смотрятся. Но у нас в любом случае они уже лучше. Также вот тут у нас есть чертеж, я нашел, но он шестого уровня. Вы сами понимаете, что для нас он бесполезен. Ну, по чертежу можно потом будет посмотреть. Собственно, давайте пока на этом закончим. Мы, собственно, прошли 2,1 и 2,2 этажи. Поэтому следующий этаж будем проходить, как говорится, 8 и 10. Это у нас будет 2,3 и 2,4. И у нас откроется кузнец. Завтра в следующей серии посмотрим, что у нас кузнец себя представляет. Собственно, 2,4 главаря будем пинать. Вот, поэтому всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.